Всем огромный привет, ребята! У меня сегодня очень хорошее настроение. Ко мне пришла долгожданная посылка от TENFIS. Я уже два раза заказывала ароматы. И сегодня я решила еще попробовать шампунь. И взяла повторку. Вот, какую я покажу позже. И у меня для вас есть обалденная новость. К концу видео вы узнаете ее. Поэтому оставайтесь со мной. Давайте смотреть. Скорее, у меня уже руки чешутся. Она пришла ко мне два дня назад, посылочка. Я только сейчас буду смотреть, что там. Это шампунь, значит, органовый. Вот, смотрите, какая крутая упаковка. Вообще просто. Я ее достала, посмотрела, но не открывала. Шампунь органовый. Значит, у нас это для каких? Для сухих волос. Ну, как раз, в принципе, для моих. Вот, 100% натуральный активист. Какой-то, я не знаю, что такое активист. Активация. Напишите, кто знает. Я же очень хорошо дружу с английским. Так, есть вот такая пимпочка. Так, аккуратно, чтобы сейчас все не было. Не высыпало. Вот сам шампунь. Так, у нас здесь сколько, кстати, миллилитров? Миллилитров, миллилитров. Ого, здесь 500 миллилитров. Я даже не знала, не посмотрела. Вот. Заказала и не посмотрела. Ну, прикольно. Надо будет еще понюхать его. Так, вот у нас получается. Да, это дозатор. И... То есть, его нужно собирать. Видели когда-нибудь, что нужно шампунь собирать? Это очень, кстати, прикольно. И что самое важное, что при доставке шампунь не разольется. Потому что я как-то заказывала на озоне себе шампунь. И он разлился. Это было очень неприятно. Олин, по-моему. Давайте сейчас его понюхаем, послушаем. Ну, он очень приятный. Такой аромат, знаете, легкий. Ненавязчивый. Приятненький. Я такие люблю. Я люблю либо такие, либо, знаете, ароматы с баблгамом. Которые вот именно яркие. Я, кстати, купила себе в машину вонючку с баблгамом. Теперь хочу купить такую же вонючку для дома. Автомобильную буду дома использовать. Короче, надо будет попробовать. Мне очень интересно. Потом отпишусь, насколько он хороший. Но, по крайней мере, по оформлению просто огонь. Надеюсь, вот такой же будет и в применении. Конечно, все индивидуально. Итак, дальше. Повторка моя. У меня уже почти закончился диффузор для дома. И я заказала такой же второй. Очень классный, очень крутой. К концу видео покажу вам распаковку. И давайте мы приступим сразу к самому интересному. Я очень долго ждала. Так, не падай. К самим ароматам. Итак, у меня здесь их раз-два. Я уже не помню, какие заказала. Три-четыре. Пять-шесть. Семь-восемь. Так, я, по-моему, заказывала девять. У меня почему-то их восемь. Интересно. Почему? Сейчас буду разбираться. Кстати, раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь. Ребята, куда делся девятый? Сейчас я к вам вернусь. Я посмотрела, проверила. Я его, оказывается, забыла положить в корзины, но, в принципе, ничего страшного, потому что будет повод заказать еще. Вроде так нормально, я думаю, нормально, да? Вот. У них, кстати, по-моему, еще четыре новых аромата скоро выйдет, новинки. Поэтому будет повод заказать, потому что мне действительно нравятся эти ароматы. Без преувеличения. Это вот практически единственный, который аналоговый. Мне прям нравится. Вот. Значит, давайте с Кассиопеи начнем. Я тут записала пирамидку. Так, Кассиопея. Откроем Кассиопею. Это у нас 106-й. Энфи 106. Вот. Давайте распаковывать и слушать. У нас собаки раскричались. Как условно, пока тут крышечка, черная крышечка. Вот такой флакон. Давайте будем нюхать. Сейчас нанюхаем все с вами. Напишите, кстати, пока я тут нюхаюсь, напишите, у кого есть инфис. Нравится ли он вам так, как мне? Очень вкусные тропические фрукты с мускусом. Очень легким, таким прям обалденным. Как приятно пахнет. Знаете, какая-то еще такая зелень чувствуется. Кстати, забыла уже. У меня тут заблокировалось. Здесь у нас маракуйя. Вот, да, да, маракуйя. Лист черной смородины, лимон, папоротник, чайная роза, гладицкая, звоздика, ландыш, бобы тонка, мускус и сандал. Ну, пока что, да, черная смородина, маракуйя. Что-то такой, очень такой, знаете, тропический плод. Очень сочный, очень приятно. Мне нравится. Так, давайте дальше. Сейчас быстро посмотрим. И потом еще раз я посмотрю, как будет раскрываться. Так, все пиво сюда. Дальше. Смотрим, что у нас дальше. Байреда марихуана. Я не знакома с этим ароматом в жизни, в оригинале. Сейчас будем с вами смотреть и знакомиться. Очень удобно. Кстати, Энфис положила ванилобленд себе в машину. Очень классно и удобно. Вот что, они маленькие. Что-то сладкое такое, прям сладеньким пахнет. Вот такой флакончик. Так, чем же у нас пахнет марихуаной? Марихуаной. Знаете, какой-то такой, немножко как будто бы эвкалиптовый эффект. Знаете, Вертус напоминает наркозе с чем-то. Каннабис, перец, бурбонская ваниль, паприка, кофе, эбеновое дерево, табак, мексиканский шоколад, кедр, пачули, сандал. Ну, знаете, приятный такой, приятный аромат, но не каждая женщина сможет выносить. Это более, наверное, такой мужской аромат, либо унисекс. Я буду носить по-любасу под какое-то такое настроение. Необычное, уж точно не на каждый день. Мне нравится. Идем дальше. Интересно, мне все ароматы понравятся или нет. Давайте дальше. Что у нас тут? Лакостик. Кстати, лакостик у меня был раньше в оригинале. Вот. Я, кстати, забыла сказать, марихуана это у нас номер 110. Вот. Это у нас номер 104. Вот. Такой, знаете, розовом в флакончике. Там, по-моему, пирожное. Забыла, как называется. Вместо нотка этого пирожного. У меня сын его обожает. Я все время путаю. Мампассе хочу сказать. Но я знаю, что такое мампассе. Это точно не пирожное. Это конфетки. Все время не могу вспомнить. Макаронсы. Боже мой, мампассе. Так. Идем дальше. Ну, знаете, конечно, я давно слушала аромат в оригинале. Это было, наверное, лет 7 назад примерно. Что-то есть схожее. Но мне, наверное, даже это больше нравится. Потому что тот я тогда не смогла вносить. Потому что для меня он показался слишком такой, знаете, слегка даже кондитерский. То есть я больше люблю жвачные нотки. Какие-то вот сладкие там, малина, клубничка. Вот здесь как раз-таки прослеживается, как ни странно, нотка баблгама. И мне это нравится очень. Идеально будет, знаете, такое в нежаркое время. То есть, ну, летнее. Когда вот солнце не печет. А, знаете, утром, либо вечером. Но именно больше, наверное, летом. Либо в конце весны. Очень вкусно. Вот пока что мне, наверное, даже больше всего он понравился из этих троих. Кассиопия тоже. Кассиопия мне почему-то такой, знаете, как немножко зеленцо отдает. Какой-то зеленью. Здесь у нас красное яблоко, специи, ежевика и мандарин. Сахарная вата. Миндальное пирожное макарун. И ландыш. Мускус, ветиверка, шмировое дерево и почули. Вот сахарная вата, 100% ежевика. Какие-то специи немножко. Красное яблоко точно не чувствую. Ну, я бы не сказала, что здесь оно есть. Может быть, конечно, но... Для меня это больше такая сахарная вата, но не липкая такая. Знаете, вот именно недавно мы гуляли в Дендрике с детьми. И они заказали у меня сладкую вату, именно розовую. Вот она вот пахла вот такой жвачкой. Вот очень похоже, да. Вот, дальше у нас идет Нарцисса... Так, вот этот вот пудра. Пудра Энфис 85. Давайте будем слушать. Обожаю распаковывать ароматы. Кайф просто. Будет интересно тоже его послушать, потому что я, в принципе, не фанат таких ароматов, но мне было интересно, как бы, как сказать, протестировать его. Вот тут, опа, все, заработало. Итак. Ну, да, здесь ярко чувствуется пудра и жасмин. Кстати, в нотах тут тоже у нас болгарская роза, цветок апельсина, жасмин, мускус, кумарин, кетер, ветивер, пачули. Ну, здесь я пока слышу жасмин больше всего, мускус. Тут, наверное, не про пудру, но я не знаю, вообще переводится пудра, напишите. Как это переводится? Я слышу такие пудрово-мускусные приятные нотки. Вот. В целом, в целом интересно. Надо будет познакомиться с оригиналом, познакомиться, я давно хотела познакомиться с оригиналом, но сегодня как, почему-то я боюсь, прохожу мимо, потому что очень много раз считала, что слишком мускусный, слишком пудровый, тяжелый, и поэтому решила познакомиться вначале с Энписом, потому что у них как-то ароматы все более сглажены, более легкие такие. Более, наверное, акварельные, нежели в оригинале. Хотя, в принципе, не все, не все. Вот марихуана очень яркая, но вот кассиопея здесь нежнее, я кассиопея оригинал знаю. Вот. В принципе, мне нравится. Я думаю, что мне нравится. Надо будет подождать еще, как он раскроется. Флёр, наркотик, экстракт. Будем сейчас обозревать. Номер у нас 95. Кстати, хотите поржать? Я заказывала один аромат мужу, и он не пришел, потому что я забыла добавить в корзину. Вот так вот. А мы будем слушать. Я. Вы будете смотреть и меня слушать. Вы знаете, очень похож на классический. На классический флёр, наркотик. Так, сейчас чуть-чуть я набрызгала. Хочу на кожу послушать. Интересно. Вы знаете, это практически клон именно флёр, наркотик. То есть не экстракта классического. Но здесь я слышу какие-то персики. По-моему, здесь осман есть. Давайте посмотрим сейчас, что у нас здесь есть. Личио, осман, тут бергамот, пион, фрезия, цветок апельсина и жасмин. Мускус, сандал, мох. Так. Интересно. Даже надо будет его потестировать на воздухе, на открытом пространстве, потому что в комнате он как-то не раскрывается. То есть он звучит каким-то маслянистым пятном. Но очень приятным. То есть как-то не особо шлейфит. Но я знаю, что эти ароматы очень шлейфовы вообще. Знаете, он очень приятный. Особенно за счёт османтоса. Потому что мне очень нравится османтос, как я уже говорила. Поэтому я обязательно в будущем вам сообщу, насколько он шлейфовый и красивый. Да, именно в шлейфе, как он раскрывается. Пока что могу сказать, что очень приятно, очень похож на классический флор-наркотик. Но с добавлением османтоса. Ну и в принципе, как-то так, наверное, всё. Давайте дальше. Следующий у нас аромат Psychedelic Love. Незнакомо с оригиналом. Так что будем знакомиться с Энфисом. Номер 96. Конечно, сложно вот так вот описывать все ароматы, потому что их много, и ты их слушаешь сразу. Естественно, там что-то переплетается с чем-то другим, и можно, конечно, ошибиться. Вот, уже всё равно замыливается всё. Вот так вот флакончик выглядит. О, это что-то очень такое яркое, с розочкой, как будто бы с кофе. Мне нравится уже. Опа. Мне нравится. Ммм, как вкусно. Это очень вкусно. Это, знаете, такое какое-то пирожное, обалденное, шоколадное, кофейное, с присыпкой такой, с мускусом. Ваниль очень такая сливочная, обалденная. Знаете, капучино. И такая розочка, немножко удовая. Вот это вот я всё слышу. Интересно. Мне прям интересно теперь оригинал послушать и сравнить. Давайте посмотрим, что же здесь у нас находится. Иланг-ланг, бергамот, гелиотроп, гидеон, болгарская роза, мира и сандал. Вот так вот. Прикол. А я слышу совершенно другое. Это очень вкусно. Не буду смотреть пирамиду, потому что почти ничего, наверное, из этого не слышу. И слышу кайф просто. Этот аромат у меня будет, наверное, номер один. Номер один из бюджетных, которые вот настолько красиво пахнут. Вот именно в прохладное время года. Ой, прям оно, оно вообще. Знаете, ещё напоминаю какую-то немножко сгущёнку. Нотку сгущёнки. Надо было его последним слушать. Я почему-то вот как-то странно расставила. Ароматы. Так, дальше у нас идёт Бёрбери. Блоссом. Хеоблоссом. Так, 102. Надо этот психоделик спрятать подальше. Он очень ярко пахнет. Вот он прям шлейфовый. Если взять флёр этот... Ой, упал. Вот, давай-ка. Доставь. Вот он так не шлейфит, как вот эта вот красота. Так. Флакончик. У меня есть такой в оригинале. Недавно. Ну как, полгода назад я набрала. Сейчас будет облако всех ароматов. Мы уже зайдёт, задохнёмся. Так, 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 так. Да, похож. 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 Это, знаете, для меня смесь Мисс Диор. Блуминг букет. Очень ярко я напшикала. Вот. Потом, что ещё у нас такой, знаете, клубничный леденец, смесь Диор. Что-то такое прям очень... И воздушное. То есть, Мисс Диор такой разбавленный, знаете. Там такая роза, пион. Очень вкусно, нежно. И вот эти вот вкусные-вкусные леденцы. Либо ещё можно сказать, знаете, ну это не петушок, это не бакара вообще. То есть, это больше именно как... Похож на Рейв. Рейв я показывала арабский. Не помню, это связано там с Латафой тоже бренд. По-моему, он связан как-то. Вот там есть такой у меня аромат. Я как-то снимала обзор. Он такой, знаете, клубничный йогурт. Клубничный чупик. Вот что-то такое. Очень мне нравится. В принципе, советую присмотреться к этому аромату. Те, кто любит такие вкусные, цветочно, чупа-чупсно, как правильно сказать. Вы поняли, короче, ароматы. Так, давайте сейчас всё-таки пирамидку посмотрим, да. Значит, здесь мандарин, розовый перец, пион, цветок сливы, мускус и сандал. Не знаю, вот пион, да, я угадала. Остальное ничего нет. Вот, потому что оно, в принципе, пахнет вот так, как я сказала. Ну, в крайней мере, я так слышу. Последний аромат – это Андромеда. Сейчас побежала открывать. Вот. Не выдерживаю. Хочу всё быстрее открыть. Номер 103. Флакоша. Вот это не моё. Вот это брала вслепую. Косе пеют знают, а не знают. Это у нас привет кирке. Это же не знаю, пшикать, не пшикать. Сейчас куда-нибудь пшикнусь, куда-нибудь подальше. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть, потому что не хочу задохнуться. И скажу, насколько похож он на кирке и на всё остальное. Ого, вот. Чуть-чуть попало. Ну, вы знаете, мускус, как у кирки, очень такой, да, убийственный. Он похож как бы на кассиопею, но как будто бы это кассиопея более разбавленная версия Андромеды, только кассиопея более, знаете, тропическо-фруктовый такой подтон, да, и меньше мускуса. А здесь больше зелени. Давайте всё-таки посмотрим и на этот аромат пирамидку. Ого, здесь у нас идёт иланг-ланг, жасмин, бергамот, трава, персик, цветок, груши, лилия, белый гелиотроп, лист, фиалки, дамаскароза, значит, что же себе, новодерево, амбра, бубытанга, кокос, сахар, короче, очень много всего, и ваниль. Ничего этого не слышу. По большей части только мускус. Ну, тоже какие-то тропические фрукты и цветочные нотки. Вот этот аромат явно не мой, кому-нибудь подарю его, потому что, знаете, вот фанаты кирки, обязательно прям вот посмотрите этот аромат, закажите, попробуйте. Вот, потому что, мне кажется, вам понравится фанатом кирки вот этот аромат номер 103. К сожалению, вот видите, нашла я то, что мне не понравится, но, естественно, потому что я практически всё брала вслепую, конечно же, не бывает такого, что всё абсолютно нравится. Этот мне не нравится. Но я, как бы сказать, его и не ругаю, потому что просто не моё направление, я не могу носить нормально вот такие прям чересчур яркие мускусные ароматы. Вот. И давайте теперь послушаем ещё раз по кругу. Кассиопия раскрылась более нежная, знаете, такое, даже немножко как будто груша, слушаю, грушу, персики, что-то такое очень нежное, приятное, и минимум мускуса. Нравится будет у меня. Давайте сначала сейчас вот этот марихуану, наверное, ближе к концу. Так, лакост. Знаете, после вот этого убийства андромеды я почти ничего не слышу. Ну, да, знаете, сладость уходит, и тоже такой, знаете, какой-то цветочно-фруктовый, но больше такой именно слегка ягодный аромат. Вот как-то так. Так, дальше. Родригес. Здесь почти ничего не поменялось, да? Мускус, пудрочка. В принципе, приятный такой уходовый аромат для меня, и подойдёт идеально на осень, весну, наверное, и на зиму. Летом я его как бы не вижу ни на ком. Ну, всё возможно на самом деле. Дальше, дальше, дальше давайте мы наш наркотик. Послушаем. Ну, пока, естественно, прошло мало времени, почти ничего не поменялось. Мне он нравится, приятный. Так. Вот этот прям очень нравится. Ну, схожесть, наверное, процентов 80 на оригинал. Вот этот вот мне нравится. Так, и, наверное, давайте марихуану. Ой, яркая такая, да, яркая эта нота. Не каждому она нравится, для кого-то она тяжёлая, но меня прикалывает. Но если выносить, то микродозами. Похож на наркозе с чем-то, но здесь нет такой клубничной нотки, как вот я люблю. И, так, это-то я не буду даже. И, значит, психоделик. Ну, красота. Просто красота. И, опять же, психоделик, он тоже, он на зиму. Зима, весна, осень. Вот. И сейчас я к вам вернусь. Я принесу, наверное, свой диффузор. Покажу, сколько у меня осталось. И покажу новый. Смотрите, сколько у меня осталось. У меня... Я сделала большую ошибку. Я сразу налила полностью жидкость. Вот эту вот ароматическую. Я потом узнала, что надо наливать по чуть-чуть, и тогда она не так быстро испаряется. Вот у меня стоят все палочки. Потому что я люблю, когда аромат звучит очень-очень ярко, на самом деле. А, в принципе, если вы любите умеренную, знаете, такую яркость, да, вам нужно поставить 2-3 палочки. Вот. Друзья, пока я распаковываю, хотела рассказать подробно про розыгрыш. Розыгрыш будет в моем телеграм-канале. У нас будет один победитель, который выиграет 2 аромата и парфюм для дома. Правила простые. Вам нужно будет подписаться на мой телеграм-канал и на телеграм-канал Энфиса. Все подробности будут в описании под этим видео. Вот. Значит, это вот эти палочки. Видите, да, они были, они сейчас такие беленькие, да, становятся вот такими. Кстати, еще такой лайфхак. Если вы поставили 2-3 палочки, и через какое-то время вы не слышите запах, просто вытащите, переверните, и все. Так делать лучше всего раз там в 5-7 дней. Эту жидкость лучше наливать по чуть-чуть. То есть, раздеть хотя бы на 3 раза, да, и тогда у вас хватит на дольше. Мне, в принципе, вот, посмотрите, когда я снимала первый ролик, и поймете, насколько мне хватило. Здесь еще есть немножко жижи. Вот. Так. Давай. Смотрим, значит. Мы что делаем? Наливаем сюда. Потом закрываем крышкой. Это очень сложно сделать, поэтому, как бы, если закрыл, то уже, ну, будет сложно открыть, но возможно. Вот. И вставляем вот эти палочки. И ставим, и любуемся. В общем, короче, как-то так. Вбираю обратно. И сейчас я вам покажу, какой аромат мы будем разыгрывать. Один у меня здесь есть, второй я покажу вам. Будет на экране изображен. Так. Мы будем разыгрывать аромат нарцисса. Номер 85. Это женский аромат. Я о нем уже рассказала сегодня. Он такой, знаете, уходовый, очень утонченный, интеллигентный даже. Для меня, знаете, такой вот аромат ухоженной, красивой женщины. А второй аромат я здесь сейчас покажу. Это мужской аромат. Мы будем разыгрывать вот этот обалденный, просто бомбезный парфюм для дома. Вот. Поэтому. Главное условие, чтобы принимать участие. 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 Главное условие, чтобы принять участие. Вам нужно просто подписаться на мой телеграм-канал и на телеграм-канал Энфис. Так что у вас будет 7 дней, чтобы принять участие. И ровно через неделю чат будет выбереть победителя. И вы узнаете это в телеграм-канале. Так что обязательно пишите, как вам этот обзор. И будете ли вы участвовать. Мне будет очень интересно почитать. Обязательно всем отвечу. В принципе, на этом все. Не будем затягивать. Спасибо за то, что посидели со мной и послушали меня. Мне очень приятно. Я вас всех люблю и обожаю. Целуем. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok